Следующая программа стала возможна благодаря вам, партнёры телеканала CNL. Сегодня в программе «Это твой день» пастор Бенни откроет нам имена Бога. Оставайтесь с нами и возрастайте в Слове Божьем. Благодаря вашей молитвенной поддержке этого служения, Божье Слово распространяется потерянным и страждущим, которые в итоге находят мир и исцеление. Тысячи детей имеют ежедневное пропитание, кровь над головой и медицинскую помощь. Это касается многих людей. Их жизни меняются. В потерянном и страждущем мире ваша партнёрская помощь сделала всё это возможным. Вы меняете мир. Верующие Нового Завета пережили невероятную силу в своей жизни. Почему? Потому что у них было познание Бога. У них не было знаний, но было познание Бога. Познание Иисуса Христа. Всё это было в их жизни. И в результате была сила. Была благодать. Был мир. Божье Слово говорит, мир и благодать доумножаются в вас через познание Христа Иисуса. Чем больше вы знаете Господа, тем больше вы знаете Его силу, Его благодать и мир. Потому что в Нём есть сила. В Нём есть полнота благодати. В Нём есть полнота мира. Он источник всего этого. Когда Божье Слово наполняет вашу жизнь, то вы укрепляетесь в Господе. Дух Святой открывает христианство. Христианство это откровение. Дух Святой это тот, кто даёт откровение. Христианство это не религия. Это откровение Иисуса Христа. И это всё делает только Дух Святой. Когда вы видите природу Духа, то начинаете видеть природу Господа Иисуса Христа. Итак, когда мы смотрим в Писании, то видим Духа Святого, который является Духом самого Господа. Он и есть Господь. Он Дух Господень. Когда мы говорим о Духе Святом, то говорим о Духе Иисуса. Мы не говорим о какой-то другой личности. Он и есть Дух Господень. Конечно, мы не понимаем всего Таинства Троицы. Но мы знаем, что Троица – это три личности в одной. Мы понимаем, что полнота Божества явилась во Христе Иисусе. Это тайна. Но она мало отличается от нас. У нас есть Дух, Душа и Тело, и всё это в одном. Бенни Хин – это не три человека, а один. То же самое относится и к Богу. И на этом я пока остановлюсь. Дух Святой является Духом личности Иисуса Христа. Это не какая-то отдельная личность. И Иисус сказал Своим ученикам, «Тот, кто в вас, прибудет с вами». Иисус говорил о Себе. «Господь с вами». И это не значит, что вы будете видеть Его воплоти. «Тот, кто в вас, прибудет с вами». И когда я говорю вам о природе Духа, то говорю и о природе самого Бога. Итак, впервые мы видим Святого Духа в бытие. Он парит, носится над миром, превращает хаос в идеал. Поэтому, когда мы с вами переживаем присутствие Господа, истинное присутствие Господа, не просто какие-то чувства, а настоящее присутствие Господа, то оно преобразует ваш хаос в идеал. Идеал – это результат присутствия Господа. Библия говорит, «В Его присутствии есть полнота радости, и по правую руку Его – вечная радость. Где Дух Господень, там…» Второе Коринфянам 3 глава говорит, «Где Дух Господень, там свобода. Где Иисус, там нет оков. Где Иисус, там полная свобода. Где есть Иисус, там нет демонов. Там не может быть демонического давления или владения. Когда Иисус в вашем сердце, в вашей жизни, то вы будете свободны». Второй раз мы видим Дух Святой в виде дыхания. Помните, мы видели Духа Святого в бытие 1 главе и видели голубя в бытие 8 главе. Я говорил об этом в прошлый раз. Голубь три раза вылетал с ковчега. Первый раз говорит о Ветхом Завете. Второй раз – о жизни Христа. Третий – о жизни Церкви. И мы рассматривали эти три вещи. А теперь я хочу перейти ко второму явлению Святого Духа в бытие 2 главе 7 стихе, когда он выступил в роли дыхания Божьего. «И Бог вдунул дыхание жизни в него, и человек стал душою живою». Итак, второй раз природа Духа Божьего проявляется в роли дыхания. Атмосфера, в которой живем мы, верующие, является дыханием Божьим. Вы не видите Божьего дыхания, но оно вокруг вас. Это океан воздуха, без которого мы, как верующие, не можем жить. Мы фактически помещены в Божье дыхание. Мы живем, мы движемся и существуем в Господе. Он вокруг нас. Итак, этот великолепный стих из бытия 2 главы раскрывает нам работу Духа в создании человека. И Он не только открывает нам работу в человеке, но также раскрывает нам работу Божьей благодати. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Послушайте внимательно. В первой главе мы видим творческое слово, после чего следует пришествие Святого Духа в образе голубя. И появилось все живое, стало на свои места. И мы больше не видим никаких других слов об этом в Библии. Бог сказал «Да будет!» и сделалось. Но когда дело дошло до человека, то мы видим серьезные перемены. Ему уделили особое внимание. Мы видим постепенный ход событий. Вы со мной? Итак, «Бытие» первая глава – это создание, а вторая глава – это ход событий. И теперь Дух Святой дышит, и это процесс перемен. Присутствие Бога превратит хаос в идеал. Далее пастор Бенни раскроет нам Божьи имена. Оставайтесь с нами. Молитесь за мной вслух. Господь Иисус, я верю, что Ты – Сын Божий. И я верю, что Ты пришел на землю. И я верю, что Ты умер на кресте за меня. Я верю, что Ты пролил свою кровь за меня. И что Ты воскрес из мертвых. Сейчас я прихожу к Тебе, Господь Иисус, потому что я грешник. «Прости мои грехи. Очисти меня своей кровью. Убили меня, и я буду чист. Приди в мое сердце. Спаси мою душу. Я больше не принадлежу сатане. Я принадлежу Иисусу. Я Его навеки. И я рожден свыше. Аминь». А теперь давайте снова присоединимся к учению пастора Бенни. У Бога есть двенадцать имен. Каждое имя открывает часть Его характера. Все двенадцать открывают Его полноту. Но даже полноту Бога мы, верующие, понимаем и видим частично. Когда я говорю «полнота», то подразумеваю то, что на этой земле не понять. В славе Божьей вы поймете намного больше, но понадобится целая вечность, чтобы в полноте открыть Господа. Элохим, имя Бога, которое первое упомянуто в Писании, Бытие, первая глава. «Вначале Бог, Барашид, Элохим», говорится на иврите. Слово «барашид» значит «вначале», а «элохим» – «бог». Но если перевести точнее, то «боги» – множественное число. Здесь говорится о троице, «бог» или «боги». Потому что не все слова, которые заканчиваются на «им», являются множественным числом. К примеру, имя Бога – И-Эль. Как в «Эль-Шадай». «Эль» значит «бог». «Элохим» – это «боги». Вы поняли? Итак, мы видим имя «Элохим». Не «Эль», а «Элохим». И это в самом начале Библии. Это имя «Элохим» является именем силы, именем создания и действий. В этом имени мы видим мгновенную творческую силу Бога в действии. Если используется имя «Элохим», то знайте, что оно связано с силой Божьей, а не с Его природой. мы немного углубимся, и вы все поймете сами. Имя «Элохим» в Писании, особенно в Ветхом Завете, связано с ангелами, с миром, с неверующим миром. Оно связано не столько с Божьими людьми, которые находятся в Завете с ним, но имя «Элохим» связано с ангелами, потому что они были созданы им. Оно связано с Божьей силой. Имя «Элохим» связано со всем, что относится к силе, а не к Завету. Второе имя Бога, которое мы видим во второй главе «Бытие» и «Егова». И это имя связано со стихом, который вы только что видели на экране. Верните его, пожалуйста. «И создал Господь Бог». Видите, Господь Бог. Не говорится «Бог», как в «Бытие 1.1». Бытие 2.7 говорит «Господь Бог». Слово «Господь» это перевод слова «Иегова». В этом стихе на еврите сказано «Иегова Элохим» создал человека. Не «Иегова», не «Элохим», а «Иегова Элохим». Мы видим, как два имени Бога сходятся вместе в Писании. Мы видим его имя Иегова, которое всегда связано с Заветом, всегда связано с Божьим народом, всегда связано с Крестом, с кровью, всегда связано с благодатью, Божьей благодатью, Божьей природой, Божьими путями и Божьим сердцем. Я не хочу, чтобы вы пропустили это. Имя Иегова в Библии связано с Божьей любовью к вам, Божьей благодатью, Божьей милостью связано с Его Заветом с вами, в то время, как имя «Элохим» относится к силе и действиям. Ангелы не знают Завета. В некоторых местах в Библии ангелы называются сынами Божьими, но они не являются сыновьями Бога Иеговы. А вы являетесь сынами Бога Иеговы. Ангелы не были созданы по Его образу и подобию. Его образ и подобие находятся в Боге Иегова, а не просто Боге. Да, вы не поняли этого. Можно я повторю вам? Посмотрите на меня. Когда Бог создал животных, Он не создал их по Своему образу. Поэтому используется имя «Элохим». Когда Бог создал ангелов, мы видим просто имя Бог, «Элохим». Ни один ангел не был создан по образу Божьему. Поэтому здесь не упоминается его имя Иегова. Когда слово Иегова появилось во время создания человека, то мы увидели, что Бог создал человека по Своему образу. Почему? Потому что имя Иегова открылось. Потому что только в Боге Иегова... Послушайте, только в Боге Иегова мы преобразуемся. Посмотрите на меня. Если вы увидите «Элохима», вы не изменитесь. А если вы увидите Иегову, то вы изменитесь. Вы поняли? Если поняли, то скажите, «Я понял». Его имя превыше всех. Его имя Иисус, Господь. И Он любит вас. Помните об этом. Я понимаю, что вы знаете это. Но Его любовь невероятно нежна. Слово Божье говорит, что Господь не причинит зла, что Он нежен, что Он любящий и прощающий. Никогда не думайте об Иисусе так, словно Он жестокий или злой, или что у Него черствое сердце. Это не так. Он прекрасен. Даже в самое тяжелое для вас время Он проявляет любовь, когда мы забываем Его, Он не забывает о нас. Когда наши сердца ожесточаются, Его сердце остается нежным и полным любовью. Никогда не оставлю и не покину тебя. Божье Слово называет Иисуса нежным и любящим, отделенным от греха, святым. Он свят и драгоценен, и Он любит вас. Он никогда не обвинит вас. Помните, что Он сказал женщине, «И Я не обвиняю тебя, иди и впредь не греши». Фарисеи были готовы побить ее камнями, но Бог есть любовь. Любовь стала человеком, и этого человека зовут Иисус. Поэтому, когда вы читаете 1 Коринфянам 13 главу, то вы читаете о Господе. Любовь никогда не подводит, и это Его сердце, Его любовь. Поэтому доверьтесь Господу. Он ответит на все ваши нужды. Я знаю, что вы слышали прекрасное учение. Я хочу помолиться, чтобы Господь прикоснулся к вам, благословил и исцелил ваше тело, если у вас есть какая-то болезнь, и принес мир в ваш дом и в вашу семью. Помните, Он сказал, «Мир Мой даю вам, не так, как мир дает». Дорогой Иисус, мы приходим с верою и доверяем Тебе. Твое Слово говорит, «Любящего Тебя Ты хранишь в совершенном мире, потому что Он доверяет Тебе». Господь, мы так часто подводили Тебя, но Ты все равно любишь нас. Мы забывали о Тебе, но Ты никогда не забывал о нас. Твое сердце всегда повернуто к нам. Ты вечно милостив и вечно благ, драгоценный Иисус. Мы любим Тебя. Господь, приблизь нас к Себе. Мы просим, чтобы Твоя праведность наполнила наши сердца и управляла нашей жизнью во имя Твое. И сейчас я молюсь, Господь, чтобы мы могли угодить Тебе во всем, что делаем и говорим. Господь, прикоснись сейчас к тем, кто ждет и верит в чудо. Прикоснись к тем, кто нуждается в исцелении, нуждается в мире, здоровье и восстановлении. Пусть сила Духа Святого потечет в этом теле. Я молюсь во имя Твое славное. Аминь и аминь. Господь, спаси наших близких. Ответь на наши финансовые нужды. Господь, я возлагаю свои руки на эти молитвенные нужды и верю, что Ты совершишь чудеса в жизнях этих драгоценных людей. Аминь и аминь. Как можно не любить Господа? Ведь Он так много сделал для нас. Я начал молиться с вами и почувствовал Божье помазание. Это драгоценный момент. Божье помазание. Прейн'я Спирит is a book by Arthur Wallace that is so powerful. You know, we all want to get close to the Lord. We want to understand how to commune with Him. And this is why I'm really offering these books. I'm not interested in just offering offers so you can get books. You know, forget that, really. These are messages. There's some powerful truth in these books. It's not just a book to read and just say, you know, put it away. This will really affect your life because we need to understand how to pray in the Spirit because prayer in the Spirit is our weapon of war against the enemy. So these are not just books to read and entertain ourselves. These are books that can really uplift us and bring us to a higher place in God. Make sure to get this book. I heard him teach years ago in England. Oh, I got so blessed by that precious man and also his book, God's Chosen Fast is the greatest. Believe me, I've read so many books on fasting. I can't even count them. This is the best there is. The greatest Bible teachers were British. You know, today you have a lot of books out there in bookstores. They're cheap in comparison, I promise you. These men knew the Word of God and Arthur Wallace was a British gentleman and his book on fasting. I mean, like I said, it's the best there is. Two of his books, Pray in the Spirit, God's Chosen Fast will, trust me, will change your life. And you need to read them slowly. They're easy to read. Read them slowly and the Holy Spirit will use these books to really affect you. you're looking at the tabernacle in the wilderness. You know, that's a beautiful sight, isn't it? The tribes of Israel all around the tabernacle and the Father of God descending. I want to send this to you. That is one of the most beautiful paintings I think I've seen myself. So, get it today. Call the number on the screen. But send it for today, because it'll be, you know what, it'll be a blessing to your home and family. It will attract the attention of those who walk into your home. So, get this today. This disc I want to send you to you free. It's called The New Year. It's a whole hour. It's a music disc, which we made for you. For all the people who never wrote to our service. I want to send it to you as a gift. So, if you send it to us today or send it to you for your prayers, then I'll send you to you this disc in a gift. Thank you. And I'll send it to you to all who will become a partner of our service. If you will become нашим партнерам, то я пришлю вам вот этот диск, который называется Свежая Манна. Это изучение Библии стих за стихом. Поэтому приобретайте его сегодня. Сейте на Божьи дела. Помогите мне донести Евангелие всему миру. Я езжу по разным странам, и я очень рад этому. Не забывайте, что Господь восполнит ваши нужды. Когда вы сеете зерно, Он дает вам урожай. Я хочу помолиться, чтобы Господь восполнил ваши финансовые нужды, потому что Он заботится об этом. Драгоценный Иисус, мы соглашаемся, чтобы божественное процветание пришло ко всем нам, и мы обещаем Господь, что мы будем использовать те благословения, что Ты послал, чтобы поддерживать Твои дела во имя Иисуса. Аминь. Смотрите наши программы и учения. Мы любим вас. Мы действительно любим вас. До свидания. Слово Божье говорит, что если мы будем искать Господа всем сердцем, то найдем его. КОНЕЦ Продолжение следует...